Мы сейчас находимся возле грибской тюрьмы, это тюрьма номер 9, 9-я тюрьма, так называемая Матросская. Это тюрьма политическая, где содержат бывших министра обороны и министра МВД грузинского правительства времен Саакашвили. И здесь находятся также наши сейчас хлопцы, украинцы, которые попали здесь, стали провокацией ФСБ жертвой. Здесь находится Александр Новиков, здесь находится Игорь Орленко, здесь находится грузинский грузин Лука Чхетия и здесь находится еще Роланд Мелия. Все хлопцы сюда помещены, остальные находятся в другой тюрьме, все находятся в отдельных камерах. Сейчас будем передавать передачи, в основном это я делаю для родственников запись, чтобы они не беспокоились, что хотя бы с питанием, с книгами, с одеждой у них все в порядке. Консул и посол, к сожалению, ни разу не встречались с ними, поэтому я как народный депутат учел своим долгом остаться здесь в Белисе и добиваться их освобождения. Ну, для родственников показываю, передаем им в основном что? Передаешь им в основном тапочки, передаем там носки, передаем свитера, значит, будем также передавать книги. Там нормальные, в общем-то, достаточно комфортабельные с учетом украинских реалий камеры. Значит, что будем сейчас добиваться? Дело в том, что нашли оружие, так называемое, ржавые какие-то патроны, пистолеты у них в номерах, в их вещах. В эти номера имела доступ масса людей, партии, уборщицы, ключи могли передаваться, сдаваться и прочее. Они прилетели на самолете. Сами полицейские говорят, что за ними сразу была установлена слежка. И за мной тоже. Я жил с женой в отдельной гостинице, потому что после того, когда я выполнил свою функцию наблюдателя 28-го, я уже оставался просто как обычный гражданин. Мы встречались с побративами, которые участвовали в войне на стороне Украины в 2014-2015 году, гуляли по городу, и я сразу увидел эту слежку. И если они прилетели самолетом, если за ними постоянно следили, откуда они взяли это оружие, мы требуем проведения дактилоскопической экспертизы из отпечатков пальцев. Она не была проведена все эти дни. И мы требуем, чтобы был разобран случай. Почему незаконно, без решения суда, в первый день их ареста у них вынимались из рта слюна, это биологические образцы. Поэтому требуют адвокаты проведения экспертизы в независимом бюро здесь. Я не хочу сейчас пока обвинять власти Грузии, но я точно вижу, что это провокация, которая выгодна первому олигархату Украине, потому что это сразу же было использовано против украинской оппозиции. Вся эта воровская нечисть, Бирюковы, Герасченко и прочее, они сразу же подняли вой. Они сразу начали рассказывать о том, что якобы я арестован, я уже куда-то сбежал. Обвиняют в самопомощь, совершенно забыв о том, что это живые люди, у которых есть дети, есть жены. Они защищали Украину, когда вы ходили, извините, изображение страха под штаны. И одни, и вторые, и третьи. Я не говорю про тех политиков с БПП, Народного фронта, всех таких Киев, Бирюковых и прочее, которые забыли о том, что это люди. Забыл об этом консул, который ни разу с ними не встречался. И я хочу сказать, что этот след, я думаю, мы будем разбирать. Я буду обращаться в прокуратуру Грузии для того, чтобы она расследовала, не причастны ли отдельные украинцы и посадовцы к этому. А следы есть. И здесь есть заинтересованность тех политических сил Грузии, отдельных там людей, которые хотят, чтобы это было оружием против местной оппозиции. Точно так же, как нас пугали в начале года грузинскими снайперами на Майдане, грузинскими боевиками Саакашвили, тут точно так же сейчас пугают украинцами. Кто хочет поссорить Грузию и Украину? Кто раздувает эти скандалы, которых на самом деле нету? Я думаю, что это выгодно прежде всего Кремлю, который хочет уничтожить оппозицию в обоих странах, который хочет усилить здесь свои позиции и который хочет уничтожить тех людей, которые не смиряются. Которые берут в руки оружие, когда нет армии, идут добровольцами, которые выходят на Майданы, которые хотят жить в обычной, хорошей, счастливой стране и имеют волю к протесту. Хлопцев не бросим, будем вас информировать дальше о ходе событий. Сегодня начнем сбор средств общественной организации для помощи, для оплаты адвокатов. У них частные адвокаты, тут три сейчас. Я думаю, что все будет хорошо, но за это придется побороться. Родственники, держитесь, ребят не бросим. Слава Украине, спасибо грузинам, которые нам тоже помогают здесь. Слава Украине, спасибо грузинам, которые нам тоже помогают здесь.